Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь в эфире программа «Говорим по-русски». Что такое хорошая речь? Это тема, которая интересует нас сегодня. Какой термин интересный – хорошая речь? Совсем простой, а с другой стороны много всего скрыто в этом замечательном термине. Надо сказать, что сам термин «хорошая речь» был введен в научный оборот Ольгой Борисовной Сиротининой, профессором Саратовского университета. Что такое хорошая речь? Каждый на своем месте рабочем, если работа связана со сферой повышенной речевой ответственности, должен стремиться вот к этому, к хорошей речи. Все мы – преподаватели, журналисты, юристы, конечно, руководители, конечно, политики, все, чья профессия связана со словом, должны стремиться к тому, чтобы речь была хорошей. Хорошая речь должна соответствовать определенным критериям. И мы должны четко понимать, что существуют различные типы речевой культуры в сфере действия литературного языка. Какие типы речевой культуры? И самый высокий – это элитарный тип речевой культуры. Что это значит? Это значит, что человек очень хорошо говорит и очень хорошо пишет. По-другому называют этот тип речевой культуры полнофункциональный. Много разных критериев есть, но самый простой критерий – человек умеет пользоваться словарями. Вы знаете, иногда придешь к кому-нибудь в рабочий кабинет, ну вот неожиданно, неожиданно, совсем не филолог человек, не журналист. Вот однажды пришла я к военному в кабинет, да, к высокому военному, и я вдруг вижу целый шкаф словарей. Я говорю, а зачем вам? Он говорит, как? Зачем? Я же пишу статьи, я выступаю, я рассказываю. И я сразу вижу, что передо мной представитель элитарного типа речевой культуры. То есть это яркий признак. Человек любит, умеет и знает, как пользоваться словарями. Неполнофункциональный тип – это тоже очень высокий тип речевой культуры. Но человек умеет лучше делать что-то одно. Или он лучше говорит, или лучше пишет. И, положа руку на сердце, каждый знает за собой, что он делает лучше. Очень много людей относятся к среднелитературному типу речевой культуры. Что это за тип? Ну, конечно, люди знают, что есть какие-то словари, есть какие-то нормы. Но это не стало такой насущной необходимостью, что ну вот спать не буду. Какая там разница, свекла или свекла, в ясли там эксперт или эксперт. Какая разница? Конечно, представитель среднелитературного типа не скажет, я на трамвай к вам приехал. И кто звонит, точно не скажет. Жорганизирующий, фуллигализирующий, очень интересный тип речевой культуры, который ну просто агрессивно вторгается в нашу жизнь. Если раньше средство массовой информации четко было ограничено, сниженная лексика не должна была туда попадать. И вспомним язык, например, 80-х даже годов, да, чеканной поступью идут колонны демонстрантов. Ура, товарищи! И сейчас, когда мы слышим в СМИ, нафига это надо, да, полный отстой, прикольно, мы это слышим на передачах всяких разных. Вот это вот жорганизирующий, вульгаризирующий тип речевой культуры агрессивно наступает. И вряд ли это хорошо. Типы речевой культуры, когда вы выступаете, да, когда вы говорите, каким же качеством должна соответствовать ваша речь. Еще с античных времен эти качества выделяли. И у разных авторов вы найдете разное количество. Даже однажды была диссертация защищена, где автор там 400 с лишним качеств для хорошей речи выделил. Вот, но это в научном плане может быть имеет смысл, но как рабочий инструмент точно нам не подходит. Вот 7 качеств хорошей речи, и мы идем вслед за Борисом Николаевичем Головиным, ученым Горьковским, который культуру речи, как науку, в общем-то, и выделил. 7 качеств хорошей речи. Правильность речи, точность, логичность, чистота речи, уместность или коммуникативная целесообразность, богатство и выразительность. Вот они 7 качеств. Когда вы говорите, когда вы выступаете, анализируете свою речь. Вот у вас в руках инструмент рабочий. Что же такое речь правильная? Правильность считается речь, в которой соблюдаются действующие нормы русского литературного языка. И для нашей огромной страны это очень важно. Важно. Почему важно? Важно потому, чтобы люди понимали друг друга. Мы знаем, что очень много разных говоров. Где-то оконья, где-то аконья, да, где-то цоконья. Поцему? Цо-цо? Да, и уже понимание затруднено. Говоры – это прекрасно. Есть слова русских народных говоров, где это все собирается. Моя бабушка, казачка, говорила «бегуть, летять, вышни». И я прекрасно все это помню. Но нельзя же... Одно дело, когда ты в Донской станице, а другое дело, когда ты стоишь на трибуне, на рабочем месте. Мы обязаны соблюдать категорию нормы. А какую же норму мы должны соблюдать? Мы должны соблюдать нормы орфоэпические, грамматические, лексические и стилистические. Вот что это значит – соблюдать норму орфоэпическую? Это очень четко. Это значит правильно ставить ударение. Нормы – это не только ударение. Это еще твердо или мягко. Как сказать правильно? Компьютер или компьютер? Термин или термин? Вот мы открываем орфоэпический словарь, и там четко нам дано, да, конечно, компьютер. Что касается грамматической нормы, сколько же здесь загадок, сколько здесь тайн, приключений всяких разных, лакун, отсутствие этого всего. Если занимаетесь грамматикой, это почище любого детектива, наверное. Ну вот бухгалтер. Образуем множественное число именительного падежа. Бухгалтер – конечно, не бухгалтера, неправильный вариант. Бухгалтер – бухгалтеры. Протокол – протоколы. Драйвер – программисты, дружно говорят драйвера. И вы совершенно не правы. Драйверы. А драйвера – это просторечие. Если вы будете говорить драйвера, то тогда врачи должны ходить у нас по вызовам и делать уколы шприцами. Ну, конечно, вызовы и шприцы. Уважаемые телезрители, звонок. Звонят из соответствующего профильного института. Спрашивают, мы видим в микроскоп микроб или микроба. Как правильно? Присылайте ваши ответы на нашу почту и тем, кто правильно ответит на вопросы, призы. Что касается нормы лексической, очень много ошибок в текстах. Самая распространенная ошибка – употребление слова в несвойственном ему значении. Висит объявление «Уважаемые молодожены, к вашим услугам Кавалькада машин». Что такое Кавалькада? Откроем толковый словарь. Кавалькада – это группа всадников. И сразу разрушается все. Очень частотная ошибка – неразвлечение паронимов. Билеты вне очереди продаются ветеранам и командировочным. В одном театре висит такое объявление. Так вот, командировочным или командированным человек, который едет в командировку, он кто? Конечно, он командированный. А удостоверение у него, расходы какие? Командировочные. Что касается ошибок стилистических, наша система, функциональная система русского языка, пять функциональных стилей. Все мы со школы знаем, от официально-делового до разговорного. И если слово, которое живет в одном стиле функциональном, начинает употребляться в другом, это грубая ошибка. Расскажу вам историю, как однажды к Алексею Максимовичу Горькому, который заведовал издательством «Детская литература», пришел граф, далекий 18-й год. Граф хотел кушать и просил взять его на работу. «А что вы умеете делать?» – спросил Горький. «Я знаю все языки и могу переводить». «Ну что ж», – сказал Горький, «у нас детское издательство, нам нужно переводить сказки. Попробуйте». «Ввиду отсутствия красной розы жизнь моя будет разбита», – сказал принц. «Да вы что», – Алексей Максимович прокомментировал с удивлением. «Это же дети, надо как-то по-другому». «Ввиду отсутствия красной розы жизнь моя будет разбита», – написал граф, чем показал полную свою профнепригодность к переводу сказок. «Точность речи. Определяйте значение слов, и вы избавите мир от половины его заблуждений», – говорил Декарт. «Очень важно точно определить слово. Особенно это важно в законе. Слово должно употребляться в одном единственном значении на протяжении всего текста». Что такое логичная речь? Соблюдайте сформулированные логикой правила. Закон тождества, закон непротиворечия, закон исключенного третьего и закон достаточного основания. И если вы будете все эти законы соблюдать, то тогда не будут рождаться фразы, которые я увидела однажды в одном северном аэропорту, куда летают охотиться. Там висит такая растяжка. «Пассажиры с незабинтованными рогами в самолет не допускаются». Вот можно препарировать с точки зрения точности, с точки зрения логичности эти фразы. Очень важное качество – чистота речи. Речь, хорошая речь, должна быть чистой. Что значит речь хорошая? Что значит речь чистая? Чистой считается речь свободной от слов паразитов. Прежде всего, ну вот, значит, вот видите как, как бы и типа. Я вообще рекомендую, как бы и типа не употреблять, зачеркнуть их. Вы знаете, однажды я была на уроке в начальной школе, и вот совершенно замечательная учительница российская так объясняла малышам. Она им говорила, мы куда мусор выкидываем? В корзиночку. А это словесный мусор. Дети, давайте напишем эти слова. Порвали, порвали и в корзиночку все выкинули. Вот таким действием пыталась эта замечательная учительница искоренить эти сырники из речи. Но чистая речь – это не только речь свободная от слов паразитов, это речь свободная от диалектной лексики, от жаргонной лексики. Но здесь, конечно, очень важной является категория коммуникативной целесообразности или категория уместности. Еще Аристотель разделил все речи на информационные, эпидектические и судебные. Информационные – всем понятно. А что такое речь эпидектическая? Это похвала или хула? Или мы хвалим или ругаем? А что такое речь судебная? Это не речь, сказанная в суде. Это речь о прошедшем времени. Что-то произошло, и мы судим. Всегда нарушение, вот эта ошибка бывает, когда вы приходите поздравлять человека с юбилеем, например. То есть вы пришли на юбилей, вы пришли на свадьбу, вы какую должны речь говорить, эпидектическую, то есть вы должны хвалить молодоженов, какие они замечательные, какая у них любовь светлая, как все у них будет хорошо. И вы вдруг начинаете работать в другом жанре, вы начинаете, например, долго-долго что-то рассказывать информационно. Это нарушение, это ошибка. Вот очень важно чувствовать вот эта коммуникативная целесообразность, уместно это или неуместно. В политической речи очень важно владеть вот этой категорией. Следующая категория – это богатство речи. Речь должна быть богатая. А что такое богатая речь? Вот самый большой современный полный словарь наш, большой академический словарь, 17-томник. Вот он включает 120 тысяч, 480 слов. Новый академический словарь, который сейчас издается Институтом лингвистических исследований Академии наук в Санкт-Петербурге, новый академический словарь, который издается еще, еще полностью не завершено издание, будет 30 томов. Там заявлено 150 тысяч слов. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы ваша речь была хорошей, и чтобы ваша хорошая речь приносила вам только счастье.